итак друзья всем привет и с вами снова я михаил шилов автор проектов 3w budashim.ru 3w budashim.ru и 3w makivara.ru в этом видео подкасте я расскажу вам о том что действительно важным является при подготовке к тому чтобы поехать в таиланд и заниматься в таиландских кемпах тайского бокса и бразильского джилджицу смотря чем вы решили заниматься если вы решили ехать в таиланд для того чтобы потренироваться там действительно серьезно особенно не для здоровья просто а действительно серьезно на что нужно обратить внимание почему я решил про это рассказать а вот почему дело в том что на многих форумах сайтах обсуждают люди то как они собираются поехать в таиланд и так чтобы потренироваться считаю что в огромной части произошло это благодаря моему другу сергеев будюху который выпустил несколько фильмов про той про таиланд и про тайский бокс который называется страна боксеров вот и значит ребят стали ездить и выпуская то есть и уже занимаются как бы там отдыхают и тренируются вот но если для тех кто занимается более менее постоянно профессионально проблем особо это не вызывает хотя на самом деле вызывает я помню как я поехал первый раз и как не было на первых тренировках на двух-трех очень тяжело то тем кто собирается поехать первый раз вообще и занимается там два раза в неделю по два часа там это я за неделю по два часа считает что тренируется действительно тренируется нормально в принципе для любителя вот и думают что мы они поедут туда и вот там они пройдут как бы такой типа семинар будут заниматься каждый день будет им там хорошо и как будто на сборы съездили вот значит объясняю чем как это фишка может оказаться дело вот в чем что не все так это просто как это кажется в таиланде очень жарко и очень даже влажно мощь и поэтому тренироваться там это как тренироваться в бане ну пусть не жарко натопленный но реально в бане вы представьте себя в бане там и так учащенный и сердцебиение там и так уже тяжело а при этом при всем вам еще придется работать активности выше средних если вы еще возьмете персональные тренировки то скорее всего вы сможете как-то повлиять надо то есть там ну скажешь тренеру что ты послали и помедленнее и он уже подстроиться под вас хотя честно говоря а персональки тренера не любят когда и вот ими руководят они любят руководить процессом самостоятельно и поэтому все равно они будут вас обязательно подгонять и вот только посмеиваться начнут неподготовленностью вашей функциональной вот а если же вы пойдете в группу общую то там о том чтобы какое-то сонисхождение было специально для вас это точно этого не будет то есть в общей группе тренироваться даже тяжелее так как там всех подгонять и просто подадут гребенку которые в общем то не направлено на тех кому тяжело то что тренировки в общей группе достаточно тяжелые так к чему я веду речь а к тому что если вы собрались ехать в таиланд для того чтобы потренироваться а такая поездка обычно планируется довольно таки задолго ну хотя бы за несколько месяцев то я очень рекомендую вам заняться функциональной подготовкой бег плавание велосипед причем ваши нагрузки должны быть выше среднего то есть нужно себя довести до такого состояния чтобы вы действительно собой гордились что называется тогда вам действительно будет заниматься нормально дело в том что ведь не все в таиланд едут что тренироваться предположим на три месяца где можно потихонечку построить график свой так климатизироваться первый месяц надо ходить два три раза за неделю потренироваться да а потом уже мы с второго месяца начать заниматься по-нормальному и так довести до пика концу третьего месяца нет обычно люди едут на пару-тройку недель некоторые даже на 10 дней и в планах видится тренировки вот ежедневные да то есть а даже и не по одной тренировке в день бывает иногда а по две некоторые хотят взять и вот они приезжают значит пойдут в крем там покупать эти программы и в итоге половина занятий оказываются нереализованы или если даже человек находит себе силы воли на все тренировки пойти то они просто эти тренировки и становится но никакие когда уже совсем нету сил смысла в этом вообще никакого нет абсолютно вот поэтому чтобы выдерживать нагрузки такие да там заниматься хотя бы по одной тренировке каждый день каждый день а иногда и по две а еще чтобы что поставили силы на отдых потому что надо поехать в это покупаться там да это погулять на то же силы нужны если вы тяжело тренируетесь это сектуальный вопрос да чтобы оставались силы надо быть к этому готовым поэтому еще раз резюме если вы хотите полноценно потренироваться там каждый день все время которые там вы находитесь чтобы эти тренировки были нормальные а не лоховские да чтобы вы серьезно действительно выкладывали чтобы получали от этого пользу и он не просто кайф а и пользу ну и кайф разумеется тоже тоже какой кайф когда сил не совсем вот так же для того чтобы оставались и силы и на отдых вам обязательно нужно к этой поездке подготовиться дома нагнать функциональную подготовку она была гораздо выше среднего и тогда ваш отдых действительно по кайфу пройдет и в этом действительно сможете и очень хорошо потренироваться приобретя новые навыки и повысив уровень мастерства слива а также замечательно отдохнув удачи вам едьте все в таиланд обязательно занимайтесь в кэмпах тайского бокса это реально круто вам понравится всего а и и Продолжение следует...